Перед принятием законопроекта к депутатам обратился глава региона. Алексей Русских считает, что нужно целенаправленно заниматься поддержкой инновационных наукоемких отраслей, развитием предпринимательской активности в Ульяновской области. И мы говорим уже не о восстановительном, а об устойчивом экономическом росте. Индекс промпроизводства за 9 месяцев текущего года составил 110,5%. Для сравнения этот показатель по Российской Федерации 103,3%. А в Приволжском федеральном округе 106,4%. Доходы областного бюджета по предварительным подсчетам на 2024 год составят 86,6 миллиарда рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы 69,2 миллиарда рублей. Предусмотрена и поддержка в форме безвозмездных поступлений. Финансовая помощь из федерального бюджета, доведенной до субъектов Российской Федерации редакции, предусмотрена в сумме 17,4 миллиарда рублей. Объем будет пересматриваться после принятия федерального бюджета в окончательном чтении. 14 миллиардов рублей планируется направить в отрасль социальной защиты, в том числе на поддержку отдельных категорий населения. Помощь получит почти 350 тысяч ульяновцев. Помимо этого, средства будут направлены на модернизацию центров реабилитации. Нам выделяют 87 миллионов на завершение капитального строительства корпуса, где разместятся трудовые мастерские для людей с ментальными, психическими особенностями. Там же разместится стационар, который увеличит свою мощность в два раза. Будут вкладываться средства и в развитие территориальных общественных самоуправлений. Инициатива местных жителей по благоустройству Ульяновской области финансово поддерживается уже не первый год. На следующий год очень радует, что программа поддержки ТОСов, она будет увеличена. Это уже получится не 20 миллионов, а 25. Выигрышек проектов будет больше. В этом году выиграло 39 проектов. На следующий год, конечно, будем надеяться, что и победителей будет больше. Кроме того, в 2024 году планируется реализация 22 государственных программ Ульяновской области с общим объемом финансирования 85,2 миллиарда рублей. Проект закона об областном бюджете депутаты предложили внести некоторые корректировки. Прежде всего вызывает вопрос ключевой макроэкономический показатель, то есть это прогнозный уровень инфляции в 4%, принятый в качестве расчетного и определяющий многие другие параметры бюджета, в том числе индексацию мер социальной поддержки. По данным министра, годовая инфляция к концу 2023 года поднимется до 7,7% по сравнению с прошлым годом. Иные межбюджетные средства предусмотрены в сумме 2 миллиарда рублей. Также возможны дополнительные финансирования в ряде ведомств. Договорились с Минфином между первым и вторым чтением получить дополнительные средства на Министерство сельского хозяйства, на Министерство природопользования. В целом это составляет более 2,5 миллиардов рублей. По итогам рассмотрения, главный финансовый документ принят депутатами Законодательного собрания Ульяновской области в первом чтении 13 ноября единогласно. Юлия Руднева, Анатолий Рассохин, Уллправду.ТВ